Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено моим пустым баночкам за январь 2017 года. Если вам интересно сие, то оставайтесь со мной. Ну а если нет, то займитесь своими делами. Ну и та категория, которая все равно смотрит, а потом плевется ненавистью. Смотрите, пожалуйста. Короче говоря, приступим. У меня тут целый такой мешочек. И да, вопли по поводу моих волос. У меня волосы тонкие и жирные. И если они вдруг не особо объемные, на данный момент это из-за той баночки, которая вот в этом мешочке есть, то извиняйте. А если они совсем не объемные, по вашему мнению, то засуньте свое мнение себе. Да-да, именно туда. Куда вы могли подумать своим извращенным мозгом. В общем, приступим. У меня заканчивался, практически совсем чуть-чуть осталось. Иврашевский крем для рук, который вообще его давали в подарок. Но когда его давали в подарок, я была вне зоны доступа к оффлайновскому магазину. Потому что у нас в Угличе, допустим, нет магазинов ивраша. А в Ярике хотели, в Рыбинск. На тот момент у меня не получалось. По семейным обстоятельствам. В общем, это у нас крем для рук, сделан в Рашке, Миндаль и Флерторанч. Очень такой ароматный, очень-очень сильно парфюмированный. Долго-долго остается аромат на руках. Ну, не для крема это. Он хорошо, конечно, облажняет. Ну, такой же жидковатой консистенции. Можно сказать, даже очень жидковатой, чисто для меня. Ну, сначала-то она вроде кажется, что вот такая. Но вот, все-таки она жидкая. И, когда размазываешь по лапкам, ощущение, что это не крем для рук, а какой-нибудь там лосьон для тела, который на руки нас обачили. Ну, и, ну, не сказать, что он супер быстро впитывается, но липкости какой-то или неприятного там ощущения на руках у меня не остается. Вот чисто у меня, чисто мое мнение. Но вполне такой неплохой кремик. Даже удивительно, что такой сделали в Рашке. Ну, я к тому, что продукты, которые сделаны в России, для Ифраше Восток, это сделано не для... Это не филиал Ифраше, допустим, как филиал Ифраше в той же Ирландии, или там Исландии, или еще где-нибудь, да? Или как у меня был в духе, как-то я покупала набор Ифраше в КПЦ, еще тогда даже не записывала эти видеообзоры, просто писала иногда отзывы там, вся в бложке на Тифаретнике или в ЖИЖе. И он был в Мексике, и вот там филиал Ифраше в Мексике, допустим, да, или как Жордан Бимон, раньше были в деле исключительно в Италии, они выпускались, и даже было написано на французском сайте, вообще на сайте Ифраше в магазине, что вот на самих флакончиках, или в этих каталогах, что они исключительно в Италии выпускались. Вот, допустим, где-то там в какой-то стране есть филиал Ифраше именно как филиал, а у нас в России это просто где-то там под забором в подвале в каком-нибудь разливают, да? Как говорила там моя еще знакомая, еще лет сто назад про Айвен и Фобер Арифлейн, там, не знаю, в каком-то году, в начале 2000-х, наверное. Но суть такая, что на удивление сделан качественный такой товар, продукт. Не знаю, буду ли я его еще покупать, 129 рублей, как-то он стоил 50 мл, это как-то дороговато. Можно что-то купить другое, более густенькое и менее парфюмированное. А так-то он нормальный, но после него, допустим, ну никакими другими духами уже не попрыскаешься, потому что будет одно другое перебивать, и оно очень пахнет такое термоядерное. Вот у меня заканчивается такой баночка, бочоночек от Ариф... Да, от Арифлейн, я что-то иногда Арифлейн обзываю Фоберликом, и наоборот путаю их по названию. Хотя, знаешь, они разные, от Аленки, Елены Снегиревой, в общем, если вы еще на нее не подписались, то welcome to hell, в смысле подписывайтесь, ну а ей самой, тебе большое спасибо, соответственно, и привет. Я в этот раз, он у меня целый год как-то стоял, он мне год назад его подарила. Я им пользовалась в основном, как там написано, бывает на коробочке, что-то на сухие места вашей кожи, в общем, на локти, причем на один, потому что этот у меня как-то нормально воспринимается, вот он такой вот по погоде не особо сухой, в общем, на левый локоть. Не поверите, на костяшки пальцев очень хорошо увлажняет, а у меня в последнее время периодически такое бывает, особенно когда киса меня поцарапает. Кожа сушенная, там какие-то мелкоранки, ну и на ногти, пару раз я, наверное, его пользовала, как бальзам для губ. В общем, там совсем чуть-чуть осталось, может, на пару применений. В общем, очень классный почонок, у меня такой второй, первый у меня этот с розы, первый у меня был с вишенками, года три назад дарила моя бывшая коллега по работе на 8 марта, ну, в общем, дальше что там, я достаю из своего пакета чуда там брошюру, про этот стишок, про который там написал моей подружке-приятель, 100 лет назад, этот стемный стишок, я обголела в каком-то видео, ну, просто что-то вспомнилось. Ну, и да, он был, соответственно, на мотив этого Маяковского, что-то он там достает их куда-то. В общем, это у меня тут баночка, Настя Зарецка мне посылала на Новогоднюю посылку такую новогоднюю, с половиной или две трети, там было что-то такое, продукты на затест. Ну, можно сказать, такой подарок от подписчицы, она же в первую очередь моя подписчица, да, в общем, это, тут она, ну, может, я не помню, может, одна, вот, столько было, может, наполовину полная, может, на две трети полная, я не помню точно, в общем, был изначально объем 450 мл, как-то я на это, это Крэзи Десерт, сумасшедший десерт от Натуре Сибирики, Натура Органика, увлажняющее биомолоко для ванны, Милк Аля Рус, в общем, это активные компоненты Сибирской Жен-Шень, молоко от Тулинского Яка и Сорь Рапа, без понятия, что такое Сорь Рапа, хотела загуглить, я таксно забыла. Тут какие-то безумные совершенно животные нарисованные, вы знаете, вот ощущение, что лежишь в этой сольке для ванны, будешь вот таким вот, чем-то таким, оно мне напоминает какие-то рисунки анонимуса, который меня в свое время сподвиг на это АСМР, у меня там такие картинки, блин, скульчатые, какие-то такие собачки или что-то в этом роде, не знаю, как объяснить, но как-то оно связано, видимо, с АСМРом, визуально, мурашки я от него не ловила, в общем, что могу сказать, оно до сих пор вот открываю, что я, блин, так термоядерно, пахло сухим молоком, обычным сухим молоком, вот, вы покупаете сухое молоко, чтобы распорить его и бухнуть, да, там, в роли мокрого молока, ну, вот тут такое сухое молоко, я тогда у Насти этот обзор посмотрела и вдохновилась, у меня там была какая-то обычная соль, потом лепестки розы и просто сухое молоко, правда, обычное сухое молоко от обычной коровы, а не какого-нибудь там яка, ну, я смешала все это, как-то там пропорциях, и засунула вместе со своей тушкой в ванную, вот, примерно, тот же самый эффект был, в общем, тут оно, типа, увлажняющее, там, что-то еще оно делающее, сейчас тут вспомним, ну, увижу где-нибудь там, ну, да, они содержат СЛС, парабенов, вкусных красителей, ароматизаторов, да, тут свой натуральный ароматизатор, такой, что пробьет до этих, до мозгов, где-то, что-то было написано, что оно делает, это хренатень, так, вылезает кожу, бла-бла-бла-бла-бла-бла, он так, увлажняет, питает кожу, делаю невероятно гладко, еще повесили, кстати, реально, вот, после в ванной, я его пользовала, и с пеной для ванны, и с какой-то еще пеной для ванны, и в чистом виде, ну, в смысле, просто ее одно, после не надо никакого бальзама, или лосьона на тушку наносить на кожу, ну, вот так, чисто попробовать, ничего, но вот этот аромат термоядерный, это жуть, это нечто, в общем, спасибо за возможность попробовать, вряд ли я такое куплю, но чисто вот так вот, побаловаться, пробовав, можно, в общем, из-за чего мои волосы потеряли объем, это средство чудо, в общем, оно индийское, индия, хадди, я не знаю, как я правильно или прочитала, кэ-э-э-э-э-э-э-дэ-э-э, короче говоря, и возможно, я даже прочитала наполовину французско-английском, кто нибудь там в комментах обязательно вякнет что-нибудь, короче, тут что-то еще осталось, хотя его сегодня усиленно выдавливало, я его пробовала с разными шампунями, и с бабкой Агафьей, которая сейчас моет голову, с аленкиным арифлэймом который вот здесь шампунчик и еще с чем-то там в общем с чем я ее только не пробовала и вот последние два раза вчера мыла голову в общем значит бабка агафья потом он и потом я поняла что надо попробовать смыть в общем я подержала максимум три минуты но тут три минуты не продержишь там такое термоядерное там вроде как горчица в составе или корица или еще что-то может быть для роста волос она хорошо но точно не для моих тонких и жирах может я не знаю рост у меня конечно никакой не было там чувствуется это что-то приток крови кожи головы там лук обе цемассируется все то все такое да вроде как надо да но объема никакого ощущения что волос вообще не мыло или мыло лет сто назад и вчера я правда помыла потом эту бальзамчик смыла в общем бабкой агафьей обратно у меня волос таки пышные пышные были пышные пышные правда к вечеру он буквально там ну не знаю может часов пять вечера они уже были такие будто я их не мыла короче спасибо за возможность попробовать но не надо мне такого счастья без понятия где сколько оно стоит и где его продают если честно не желаю ну и в общем не советую его у меня наконец-то закончилась иван сенсос два в одном очищение и свежесть пробуждающий цитрусовый заряд сочный грейкфрут и мандарин жидкое мыло сто процентов натурального экстракта натурального происхождения крутое я понимаю что тут уже водичка потому что я его качала мне хотелось это все выжить не поверите я им по ошибке как-то помыла голову на сосредку ничего так нормально помыла использовала как гель для душа ну так просто сравнить консистенцию в общем мне кажется она в роли геля для душа в отличие от самого геля для душа как-то более похоже на гель для душа чем тут гель для душа который иван сенсос сам по себе вот этот цитрусовый заряд вообще мне нравится и по аромату я люблю именно вот такой этот цитрусовый заряд у меня куча скрабов было ну два или три или четыре точно еще один запасе стоит именно цитрусовый заряд иван и вот этот гель гамашку скраб да он что-то в этом роде мне этого мало хватило не поверьте не знаю точно но на три месяца где-то на где-то вот так на три месяца на кухне стояла но какую-то первое время он стоял ванной потом я передащила на кухне на кухне я периодически мой руки после мытья посуды просто так мой руки ну короче мне обмания такая подержала деньги в руках отдыха и помыть руки еще что такое опять руки помыть мзик мытья рук можно так сказать что у меня закончилась такая соль у нас она продается где-то около 15 рублей за вот этот пакетик тут 500 грамм в атаке это то же самое что ашан только ну типа филиала обычная соль для ванна морская соль для профилактических ванна нормальная 500 грамм спа от лара минеральная косметика на основе морской соли раз на раз не приходится вот мне постоянно попадались пакетики но я брала нормально такая соль никаких камушков там не оставалось в этот раз тут что-то такое было как говорила Настазарецкая кажется в каком-то своем видео впивается в кожу в общем она действительно впивалась кожа нифига она не растворялась а какие-то камья там были каменья самоцветы наверное ну вообще хорошая соль но вот видимо один пакетик был браком у меня закончился то что я покупала как в последний раз когда была в Ярике в этом в Рашем сделанная в Рашке 200 миллилитров для душа и ванны манго и кориант на удивление очень хорошо пенился я несколько раз делала с ним ванну пена шикарная хорошо долго держится аромат конечно классный манго и кориандр хотя вот сам все манго мне не в чистом виде я не знаю ела его или нет но вот сушеный вот этот вот консервированный гадость несусветная кориандр я люблю в черном чае такие индийские смеси бывают черных чаев но на основе черного чая короче говоря очень классный гель хорошо пенился по консистенции был похож будто бы его сделали во франции или просто в россии решили так это поточнее скопировать но и тут действительно также работала лаборатория и фраше франция но бла бла по заказу для их роше восток сделано где-то там под питером ну в общем если у вас не смущает что он сделан в рашке не во франции и вы переплачиваете слегка за то что ну как бы за бренд переплачиваете при этом бренд и как бы и не бренд то я вам советую такой гель потому что аромат классный пенится хорошо особенно если вы фанат также как я за хороший пеной такой так у меня закончился гель для душа фаберлик зима таленки спасибо большое кстати и привет еще раз крем гель для душа вот такой вот беленький он был чем я специально посчитала мне на 8 раз его хватило обычно не вот подобного флакончика 200 миллилитров хватает раз на 7 на 8 хватило ну можно сказать он где-то так средненько пенился не конечно не так шикарно как вот этот но намного лучше чем допустим сенсус от эйвен в общем такой хороший классный гель я не помню чем он там пах и пахли еще в общем чем-то таким нейтральным он пах ну вот таким бы гелем я бы может еще попользовалась если вот так вот возможность такая но тут помогу состав такой практически химический ну да в принципе не суть так у меня закончился то что как-то на него ругалась каком-то обзоре значит это молоко и мёд за мелком хоне был от рифлой шампунь 200 миллилитров которым я просто раз подарила начал мне хорошо пошел на ура потом я не знаю чем связано или волосы его не поняли еще что-то тут после вскрытия 12 месяцев живет у меня тупо волосы были вот примерно вот такие как после этого товарища еще на раз бы наверное хватило этой гадости но она пойдет помойку что такое такое даже тем кто считает себя моими врагами я в ней не не дала мне бы их волосы выложил когда у вас его не глотина короче говоря в общем как-то он не подошел к моим жирным волосам жирным оттонки может он для каких-то других волос хорошо бы подошел но они он вроде промывал он вроде так скрипели то все но как он они долго очень долго после него высыхали кстати вот после этого они еще и хреново расчесываются и путаются хотя они сами к себе не особо путаются и ощущение было узнаете со мной одно время когда училась кулькин потом в педе но иногда бывало так что некогда голову помыть да и вот со мной была училась одна девочка и от волосу пахло там не жирные были волосы нормальные сухие не знаю какие но те которые можно там помыть раз в неделю если есть такие волосы которым он раз в неделю что я не очень так понимаю у меня это жирные очень давно было раз в два дня не помню когда обычно пою раз в сутки но короче говоря вот от волос пахло бы то вот их сто лет не мыли жуди они выглядят такие вот конкретными сосульками еще хуже чем сейчас в общем я для жирных волос такое не советую если у вас не жирные то можете попробовать у меня закончилась вот эта минька из новогодней посылки подарочной от ирины подписчицы из москвы ванилька но хватило стабильно на три раза у меня таких маленьких хватает на три раза сегодня ее доделала вообще хотела сначала ванну сунуть вместо пены но по некоторым техническим причинам моей загадочной тушки пришлось мне принять душик я уже катила но он так как я люблю эту ванильку еще очень жалко что и хорошо вот такие именно вот эту серию призерную сняли ну что у них конечно там есть ванилька но кажется она уже не настолько как это ой тут такая шикарная пена вообще огромное спасибо ирии и и хорошая прелесть в общем я закончил сам мой короче гель из первого моего единственного заказа фаберлик ну кто не знает почему первый ищите там на канале видос по поводу этого а кто знает ну соответственно вы и так знаете в общем фаберлик сакура кто у нас тут цветок сакура японская слива чем летом он у меня не пошел я его почему его стала заюзывать он у меня доказался до марта этого года в марте этого года у него срок заканчивается в общем я его а я его мая приобрела прошлого года тут 310 миллилитров каталоге он шел как пена для ванн но на самом деле я только потом обнаружила что его действительно можно всем если вы принимаете ванну добавьте два-три колбачка по струю воды на гель превратится в нежную ароматную пену которая придаст кожи мягкости и брехотистости не сказала бы но пена действительно вот так сначала и она была никакая а потом я столько много стало у меня где-то вот так совсем чуть-чуть оставалось я его долбанула весь в пену общем у когель для душа он средненький вот это ну в общем можно сказать они на уровне где-то так но ответом он у меня по аромату совершенно не пошел он был такой термоядерный насыщенный жуть вот видимо он именно на холодное время года потому что зимой я вообще не ощущала этот аромат когда мылась по душе ну в общем ничего такой можно сказать на троечку ну не знаю наверное я бы такой больше не купила но чисто вот так попробовать я помню покупала чисто там машке когда она была порошок стиральный а я закидывала что-нибудь хоть более-менее вот такое приличное чтобы добить до минимального заказа так у меня закончился очень классный на мой взгляд он вообще он и я от него так в восторге оттаскала по городу на больше не дениза знала бы я тогда оба они тогда по скидке при 65 рублей они продавались в пятерке на солнечном это шампунь да но в общем обычный шампунь по-моему для всех типов волос даже написано что для этим от трех лет можно юзать и вообще типа он за всей семьи это у нас маленький марсельевец или петит марселье или что-то в этом роде 100 лет французскими занималась можете кидаться меня тапками мягкости уход молочкой цветок липа на самом деле там потом я узнала что там молочко у нас миндаля и цветок липа по вот так нейтрально очень надолго его хватает для всех типов волос действительно тут смягчает и делает послушными классный вот под него не на никакой не бальзам не этот не маску не еще что-то я его конечно и с этим сочетала лучше бы не пробовала и с маской эйвеновской сочетала хорошо идет ну сам по себе он очень классные волосы от него расчесываются и вообще по-моему во фра 6 шампунь для мягкости или для блеска уж не помню ну короче шампунь с липа еще типа от него волосы расчесываются не путаются вот реально очень классный шампунь я бы его даже без скидки купила лишь бы если бы увидела но в общем я его к сожалению нигде не ела но он мне очень очень понравился в общем но если у вас жирные волосы я вам его советую даже если они не жирные так как он для всех типов волос очень классный хотя я как-то не особо этим марселецом пользуюсь волос но у меня как девчонки дарили оленка дарила как-то гель для душа мои сестры дарили ну не для душа гель для душа шампунь слов нет одни эмоции восторг все у меня тут закончилась от насти за резкость какой-то наши поменяшки вообще как люди если вы меняетесь друг с другом то будьте внимательнее да там это но на фотке там может конечно было видно что она не полно насти написала что ну как она типа слегка был я-то думал слегка было так это вот так она была где-то чуть меньше чем наполовину пустое или наполовину полная да и я когда я начала пользоваться просто из-за темной упаковки я не разглядела но и там было немножко вот она уже видать долго и насти не пользовалась она стояла и там какие-то такие не знаю такие фиговины были как вот катушки не катушки можно ли сказать чтобы молочке для тела из катушки да вот они какие-то такие засохшие кусочки но конечно ну вид с ним понятно что но не новая но очень классная чистая тогда пригляделась она мне чистая вот из-за того что тут масло органы макадамии но миндаль и роза я пусть вот это я органы макадамии вы фрошета у них есть какое-то такое средство не помню даже серия в общем изначально тут 200 миллиметров она хорошо увлажняет кожу да я в самом пользовала как крем для ног до колена так ну там иногда и как полноценно как именно молочко для тела драгоценное молочко красоты для тела называется чисто там даже руки по это вместо крема дарю в общем классно очень экономичная мне на месяц лишним его хватило вот этого вот где-то грубо говоря половиной чуть меньше половины в общем ну вот такая вот фигня я у нас не видела может я просто не обращаю внимание магазина где жиротва продается и продается косметика потому что в основном на жиротву смотрю потому что хожу в магазине такого типа чисто за жиротвой то это может быть у нас и есть написано новинка питает ниже не жирная и нелипно кстати да вот вообще классная но в общем если я только увижу то я себе такое приобрету и вам соответственно советую в общем у меня все-таки этот пробник вот этого пробника очень мало было на волосы я его с этим тоже пробовала в общем это тут шампунь кремообразный который не пенится про который я говорила у меня как-то я не знаю был ли у меня наверно был в пустых баночках ну что в общем когда-то у меня был полноценный флакончик вот тут же пробничок 8 миллилитров на мои волосы на вот эту вот длину мне его было мало но там не распределилась и мне пришлось потом еще каким-то шампунем домыриваться так он конечно хороший интересный но вот если постоянно полностью он там пользоваться им то он волосам чисто моим жирным волосам и тонким он надоедать и они начинают жирниться если его там допустим недели две помыл делал перерыв чем-то другим то он вполне нормально идет короче я вам советую такой попробовать он конечно наверное не бюджетно стоит хотя кто-нибудь будет вопить и как у меня уже писали в комментах да вы можете говорить что не обращай внимание ну как это вы же пишете там кто-то пишет положительное кто-то отрицательное всех хотят рассказаться все ждут внимание иначе бы не писали да короче говоря в общем кто невозможно скажешь что-то типа дешевка но в общем я покупала по скидке и вот эти сколько там по-моему 150 миллилитров сам полноценный они 200 миллилитров тут на картинке нарисована полноценный флакончик и он очень не экономичный вот там допустим 300 или сколько там 400 рублей за него платить то он очень не экономичный где-то на 6 или 7 применений или как-то так даже может меньше но я считаю что то в принципе дорого так еще у меня вот этот пробник я тогда его перепутала все совершенно это вот гель гаммаж глубоко очищающий гель против прыщей хоть тут не написано до нашего весена такого скрабирующим я помню у меня был флакончик пару раз и его настолько долго хватает он так надоедает этого вот этого флакника на удивление хватило бы на два раза в отличие вот от этого хотя у нас тут сколько у нас тут на литров на 5 миллилитров всего лишь но он такой жиденький в общем хорошего вообще мне вот эта вся серия нравится ту маску я еще не открыла которую я использую как умывалку после применения тщательно смыть водой ну в общем если у вас я то и чисто пробую его вот не нравится вот этот сам пробирующий момент но если у вас там жирная кожа или типа того ну в общем короче вам советую такой если вообще вы пользуетесь и фраше очень хорошая вообще вся серия я где-то там мастхэвах он даже про лосьончик зелененький целую говорила так ну и у меня тут последняя баночка на удивление даже не знаю сколько я говорю на свою новую камеру кто-то там спрашивал в комментах из тех которые сначала меня провозгласили когда я передавала приветы по просьбам трудящихся когда перестала передавать приветы стали меня опускать словесно в общем 7 490 заплатила за камеру это есть сумма там еще было две флешки и чехолчик короче говоря у меня закончилась очередная маска от аленка мне такую подарила от планета спа эйвен русская баня с экстрактами сибирской сосны эвкалиптов увлажняющая маска для волос 20 миллилитров она мне очень очень нравится тут совсем чуть-чуть осталось совсем чуть-чуть она уже сползло это уже не знаю какая третья или четвертая баночка у меня еще в запасе есть но как смысле уже не в запасе уже ее активно пользую я использую основном как бальзам для волос она довольно экономичная я тут как-то не рассчитала у меня потом по всей ванне 3 года зеленые плавали очень классная волосы не утяжеляет волосы пустыню мягкие и я сначала раньше думал что ну вроде как это увлажняющая маска то все за жирных волос не подойдет я думаю она для всех типа волос подойдет потому что жирная делать мягкими и допустим но не то чтобы там объем но они в принципе такие пышненькие в общем вот такой мне обзор пустых баночек я все думала что у меня совсем чуть-чуть вот но что-то у меня как обычно не совсем чуть-чуть получилось я еще хотела про некоторые пустые коробочки рассказать но я думаю может быть отдельно сниму видео если у меня эти коробочки еще жив потому что тот там просил когда-то пробовать вкусняшки но я очень хотела подождать чтобы эта шоколадка дожила там до пробования вкусняшек но она была такая вкусная что она конечно не дожила в общем если вы посмотрели это видео до конца о вы герой я вам аплодирую ну и соответственно если вам что-то было полезно интересно допустим вы пойдете искать вот такой шампунь из и его себе купите да или не будете пользоваться такой шампунь ну и даже не будете заказывать то у меня очень рада ну и соответственно надеюсь зарядитесь положительной энергии эмоциями прочей прочей пугой ну и спасибо за просмотр до новых встреч пока пока